Продолжаем рассказывать о том, как предприниматели с помощью государства воплощают свои идеи в жизнь. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы действительно работает. И благодаря ему предприниматели получают новые возможности для развития. Кто сейчас не умеет фотографировать и вместе с тем получить профессиональный, красивый и отражающий характер человека фотографии непросто. Для этого нужно найти хорошего фотографа. Кристина Макеева прошла путь от простого увлечения фотографией до владелицы детской фотостудии, потому что очень захотела, чтобы ее мечты стали реальностью и вовремя получила поддержку. Захотела открыть свою фотостудию для того, чтобы там у меня были и утята, и козлята. Я могла их привезти, и мне никто слова ничего не скажет. Это мое творчество именно вот здесь, как дома. Поэтому раньше создавала фотозоны на улицах, во дворах. У себя во дворе постоянно фотозоны, уличная тематика, 9 мая, Пасха. И в холодное время года это мне очень сильно мешало, поэтому я открыла фотостудию детскую. Любая студия – это место для творчества, поэтому они отличаются друг от друга внешним оформлением, специализацией, какими-то фирменными особенностями. Кристина постаралась, чтобы в ее фотостудии у всех участников фотосессии было прекрасное настроение, которое передается удачными фотоснимками. У меня как-то была моя очень хорошая знакомая на фотографиях, буквально недавно, и она говорит, я хочу смеяться на фотографиях. Я говорю, хорошо. И мы с ней так смеялись, я ее фотографировала, я говорю, а зачем тебе для этого? Ну, говорю, понимаю, одно, там, две. Она говорит, я хочу их распечатать и навесить по всей комнате своей и смотреть на себя, потому что, как психологи сейчас говорят, что когда смотришь на себя счастливую, поднимается настроение, поднимается жизненная энергия. Те, кто уже пользовался услугами фотостудии, зачастую приходят сюда повторно, потому что довольны результатами работы. Впечатления самые положительные, уже можно сказать, что Кристина – наш семейный фотограф. А фотографии, особенно детские, правильно вы отметили, позволяют нам отслеживать, как развивается ребенок, растет. И фотографии – это та память, которая остается с нами навсегда. Поэтому неоднократно уже мы были на фотосессиях у Кристины, и, конечно же, будем продолжать фотографироваться. Качественное оборудование для студии и необходимые аксессуары стоят недешево. И узнав о том, что можно воспользоваться господдержкой, Кристине захотелось использовать открывшиеся возможности. Она оформила документы и заключила социальный контракт с государством, благодаря чему получила средства на развитие своего дела. И прикупила первым делом себе световое оборудование, объектив хороший, и по мелочам костюмы, такое все необходимое для самого начала. Поэтому, когда я пришла в студию, она была у меня полупустая. Много этого всего ушло на аппаратуру. Я уже прикупила то необходимое, от чего можно отталкиваться. Поэтому это прям дало мне начало хорошее. Героиня нашего репортажа уверена, что под лежачий камень вода не течет. В любом деле тот, кто не пробует, ничего не добивается. Поэтому необходимо уверенно идти вперед и не бояться трудностей. Моя профессия мне очень сильно помогла познать себя. Я перестала как-то стесняться. Я настолько себя приняла, что стала увереннее общаться и с людьми. И открытие своего дела меня раскрыло, я бы сказала. И поэтому я бы вообще не стала в будущем себе говорить, что бояться чего-то. Надо рисковать, надо делать, и как бы все получится. Не получится, есть еще 9 раз, чтобы подняться. У Кристины Макеевой есть планы на ближайшее будущее. Она хочет отлично снимать не только детей, но и девушек, шире разрабатывать семейную тематику. Судя по ее подходу к делу, у нее все обязательно получится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».